Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео записано для сайта экзегет.ру. Сейчас мы с вами приступаем к изучению второго послания апостола Петра, а именно к первой главе. Как видно из содержания главы, апостол Петр пишет это послание уже в конце своей жизни. Вот его слова. «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храме, телесном доме, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». Здесь мы в 13-14 стихе встречаемся с интересными фактами биографии Петра, которые без всякой натяжки могут стать элементом описания его жизни, очень важным элементом его жития, а именно, что апостол Петр получил от Господа откровение именно о своей ближайшей кончине и, как мы знаем, мученической кончине. И, побуждаясь последними, может быть, днями или месяцами своей жизни, он хочет что-то еще сказать христианам, и поэтому пишет вот это свое второе послание, в котором говорит о том, что наболело. Действительно, это послание не несет в себе каких-то спокойных тематических рассуждений, как мы это видим в первом послании. Очевидно, что апостол Петр касается тех сторон жизни христианской церкви, которые вызывали у него наибольшее беспокойство, а именно это различного рода лжеучителя и лжеучения, которые, бытуя в христианской среде, тем не менее чрезвычайно искажают жизнь христиан и побуждают их внутренне отходить от Христа, и этому будет посвящена вторая глава второго послания апостола Петра. И, конечно же, его беспокоили, возможно, какие-то неправильные мнения относительно так ожидаемого всеми второго пришествия Христова, и в третьей главе он подробно разбирает, насколько это возможно, подробно разбирает тему второго пришествия Христа. Ну а первая глава, которую мы с вами читаем, она, как всегда, как традиционно в апостольских посланиях, содержит следующие элементы. Это прескрипт, то есть начало письма, где в первую очередь именуется тот, кто пишет письмо, и во вторую очередь его адресаты. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа. Кому он пишет? «Тем, кто принял с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать вам и мир доумножится в познании Бога и Христа Господа нашего». Вот второй стих «Благодать и мир вам доумножится» — это характерный элемент именно христианских писем. И вот этот элемент наряду с прескриптом и телом письма обычно в библейской литературе называется «проэмий». «Проэмий» — это обычно некое молитвенное пожелание или благословение, или хвала Богу, или воззвание к Богу, которым апостолы предваряли уже основное содержание того материала, который они хотят изложить. И очень важно правильно понять окончание первого стиха, что апостол Петр пишет тем, кто равно принял драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Что значит «принять веру по правде»? Под словом «правда» здесь подразумевается такой термин как «праведность». Именно такое значение это слово имеет в греческом тексте послания. А что значит «принять веру по праведности Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа»? А это значит, что идеалом духовной жизни, идеалом совершенства для христиан того времени являются даже не некие правила и даже не заповеди, а сам Господь. Как и в Евангелии Христос говорит, будьте совершены как кто, не как тот или иной праведник, и не как кто предписывает закон, а будьте совершены как сам Бог. И вот ту же мысль выражает апостол Петр вот этими словами. «Как от божественной силы его дано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Для того, чтобы у нас не было ощущения, что это просто какие-то возвышенные слова, попытаемся вскрыть их внутреннюю логику. Откуда христианин черпает силы? Особенно тогда, и может быть кому-то из нас это знакомо, когда сил на духовную жизнь не хватает. От божественной силы дано нам все потребное. То есть Господь на самом деле своей божественной силой дает нам все необходимое для спасения. Все это дается в даре крещения. Но как человек усваивает эту силу? Через познание Бога. Если в нашей жизни есть познание Бога, оно осуществляется разными путями, Бог познается через Слово Божие, чтение Писания, через молитву, то есть непосредственное общение с Ним, через таинство, в которых происходит мистическое общение человека со Христом, тогда действительно христианин черпает силы даже для того, что, казалось бы, невозможно. То, о чем Петр говорил вначале, чтобы быть такими же совершенными, иметь ту же праведность, что и имел Христос. Которыми, то есть божественной благостью, божественной славой, дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. В конце послания апостол Петр будет говорить о втором пришествии. Апостол Петр под обетованиями Божиими, которые нам даны, обетования, то есть обещания, имеет в виду не только второе пришествие Христово, а он указывает на цель второго пришествия Христа. А какова эта цель? Стать причастниками божеского естества. То есть святость есть не просто подражание Богу, внешнее подражание, а обретение глубочайшего единства с ним, когда божественная жизнь, божественное естество, оно делает человека как бы своим полноценным участником, как, может быть, губа, впитывающая воду. Это именно то, что потом будет на языке христианской патристики сформулировано следующим образом, что цель жизни христианина – то, кем Господь является по сущности, по существу, стать нами таковым по его благодати. Путь к этому – удалиться от господствующего в мире растления похотью. Похоть в переводе с греческого языка означает пожелание. То есть имеется в виду, конечно, и всякое греховное пожелание, но апостол Петр указывает и как бы на саму суть греха, который, конечно же, гнездится прежде всего в неком желании, но в данном случае в желании неправильном, потому что может быть желание и праведное желание быть с Богом. Вы, прилагая к этому старание, покажите в вере добродетель. В добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Вот интересный такой каскад мысли мы видим у апостола Петра, он как бы тем самым дает понять, что недостаточно какого-то одного доброго свойства для человека, но каждое доброе свойство, оно должно друг друга взаимодополнять и тем самым содействовать спасению христианина. Конкретно, в вере должна быть добродетель. Действительно. Ну, добродетель в его, скажем так, исконном смысле слова «добродетель» или «арете» оно означало различного рода, ну, может быть, не только, кстати, душевные, но и внешние качества, могла быть и добродетель и доблесть воина, например, да, но в христианском контексте под добродетелью подразумеваются, конечно же, плоды духовной жизни, то есть некие добрые свойства, как целомудрие, любовь, крутость, безгневие и так далее. Так вот, вера должна быть добродетелью. Почему апостол Петр на этом делает акцент? Ну, потому что бывает вера без добродетеля, бывает религиозность без нравственности. Когда мы можем даже видеть такие примеры, когда человек религиозен, да, в том смысле, что он старается делать все то, что он должен по отношению Бога, он молится, он участвует в неких таинствах, богослужениях, ритуалах, но при этом такая вера не меняет его внутренне. Он, как был человеком, живущим по законам греха, таковым он и остается. А Бог в данном случае выступает, ну, как помощник жизни, да, который помогает жить в довольстве, в достатке, как средство достижения земных благ. Поэтому вере должна быть добродетелью. Однако же самого желания добродетеля недостаточно. И в данном случае цель не оправдывает всякие средства. Поэтому добродетелья должна быть с рассудительностью. Как именно, конкретно мне? Что мне делать, чтобы достичь добродетеля, при этом не повредив себе, не повредив другим? Ну, я, чтобы было более понятно, приведу конкретный пример, что те духовные усилия человека, которые он предпринимает, они должны соответствовать его реальным силам. Если человек берет на себя больше, чем может понести, даже молится больше, чем может он реально в духовном смысле выдержать, то, конечно же, рано или поздно, как пишет преподобный Исаак Сирин, человек может получить такое духовное отравление. То есть он, скажем так, переусердствовав в духовных подвигах, которые еще ему не под силу, может впасть потом в ослабление, в отчаяние, и совершенно оставить такую веру. Поэтому без рассудительности никуда. Однако же рассудительность может в каких-то ситуациях оправдывать человека. Ну, здраво, рационально рассудив, может быть, можно себе сказать, что и добродетель мне не под силу, поэтому зачем мне употреблять такие усилия. И поэтому апостол Павел упоминает, что в добродетели должно быть воздержание. То есть в рассудительности должно быть воздержание. То есть все-таки рассуждение человека о том, как ему правильно проводить духовную жизнь, все-таки даже быть направлены в сторону самограничения, в сторону аскезы, в сторону совершенства, а не в сторону постоянных послаблений самому себе. В воздержании терпение, действительно. Но терпение именно в том смысле, что человек часто считает, что достижение духовных целей, достижение добродетелей – это дело одного дня, это дело всей жизни. Человек впадает в смущение, недумывает, ну почему же я стараюсь, у меня ничего не получается. А это очень долгий процесс, и процесс, который, может быть, полностью себя раскроет и покажет только во время суда Божьего. Поэтому в воздержании должно быть терпение, в терпение, опять-таки, благочестие, в благочестие, в братолюбии, любовь. И вершиной всего апостол Петр называет любовь. Цель всех этих ступеней, всех этих подвигов – благочестие, братолюбие. Прежде всего в чем? В любви. Любовь – самый совершенный дар. И тут мы можем сделать некоторое сокращение и сделать такой вывод. Если вера человека, и дальше мы пропускаем все вот эти стадии, да, логические, которые мы читали, не приводит к любви, то это не истинная вера. Если это вас умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Вот апостол Петр фактически объяснил сам себя. Он рассказал, что такое познавать Бога, а вот идти всеми этими ступенями, этапами духовной жизни, которые он перечислил. А в ком нет этого, то есть кто этого не понимает и, главное, не делает, тот, к сожалению, Бога не познает. Эту мысль апостол Петр выражает следующими словами. Тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов. Дальше. «Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступаю, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа». Что значит делать твердым звание и избрание? Мы должны понимать, что в христианской культуре, в христианском богослове этого времени существовал ряд понятий, тесно связанных друг с другом. Так, например, слово «церковь». Церковь по-гречески «экклесия». «Экклесия» — это собрание, но именно собрание, на которое позвали. Соответственно, те, кто в это собрание пришли, а я напомню, да, что речь идет, в общем-то, о изначально о светском явлении, потому что «экклесия» называлась собрание в полисах, в частности, в Афинах, это собрание всех граждан города. И на это собрание созывали. Соответственно, те, кто созывался, это званные и призванные на это собрание. И по аналогии, да, коли уж заимствована эта терминология из светской сферы в церковной, то термин «экклесия» — церковь, он тянет за собой ряд других понятий. Поэтому и те, кто пришли на этот зов Христа, на это собрание во имя Христа и собрание во Христе, они есть призванные, да, и званные, и избранные, избранные Богом. Вот поэтому делать более твердым звание и призвание — это значит утверждать себя в церковной жизни и во всем том, о чем говорилось раньше. «Для того я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете». И как раз после этой оговорки, которую можно передать следующим образом, что я много раз вам об этом говорил, может быть, вы скажете, что мы все это уже знаем, но тем не менее я вновь и вновь хочу вам это сказать, и дальше он объясняет, почему. А потому что Господь открыл ему время его кончины. «Буду же стараться» — 15 стих 1 главы, «чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Возникает вопрос, а как апостол Петр будет стараться, чтобы после его смерти христиане помнили его слова? Ну, понятно, что и самим написанием этого послания, то есть можно это объяснить и так, что вот я пишу и дальше буду писать это послание, чтобы после моей смерти что-то осталось. Но, конечно же, здесь имеется в виду и какие-то посмертные усилия апостола Петра по вразумлению христиан и, конечно же, его молитва за нас. Я считаю, что это одно из свидетельств Нового Завета о возможности посмертной молитвы за людей. Я имею в виду со стороны святого человека, который уходит в вечную жизнь. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа нехитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами его величия». Апостол Петр усиливает те мысли, которые он излагал раньше, опираясь на личное свидетельство и свидетельство о непосредственном общении со Христом. В этих словах апостол Петр описывает события преображения Господня. Это очень интересная местность послания апостола Петра, поскольку это один из немногих текстов, который, присутствуя в посланиях апостолов, описывает евангельские события. «Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему такой глаз «Сесть, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». «И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой горе». Имеется в виду гора Фавор и события преображения. Итак, личный опыт, личный опыт общения со Христом, его непосредственного познания, видения, общения, он противопоставляется неким хитросплетенным басням. Ну, попытаемся понять, что это за термин. Ну, басни в греческом тексте, там стоит слово «миф», «мютос». Что такое хитросплетенные? Если переводить дословно, то это мифы софистов. Софистов. Кто такие софисты? Ну, софисты — это были люди, которые, кстати, и критиковали греческие философы, в частности, Платон. Это были люди, которые обладали удивительным даром красноречия и убеждения. И они могли убедить человека, ну, по крайней мере, они так строили свои речи, чтобы сделать для человека убедительным абсолютно любое свое высказывание. Хотя оно могло быть, по сути, и ложным. И действительно, убедительность слов и истина — это несколько разные вещи. Поскольку, пользуясь определенными приемами, можно убедить нас в правоте неправды. И поэтому вот эти хитросплетенные басни или мифы софистов, ну, может быть, это употребляется в переносном смысле, да, то есть некие мифы, искусным образом составленные. Так вот, вера Петра опирается в данном случае не на теорию, ну, в таком современном смысле этого слова, а опирается на непосредственное общение со Христом. Он призывает верить не просто каким-то теоретическим выкладкам, а призывает верить Ему как свидетелю славы Христа. И как бы подспудно все предыдущие наставления апостола Петра направлены на то, чтобы дать человеку возможность иметь тот же опыт общения со Христом, какой имел он. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте». То есть для тех, для кого недостаточно свидетельства его личного опыта, он предлагает обратиться к пророкам, к пророческим писаниям Ветхого Завета, которые свидетельствовали о Христе. «Мы обращаемся к нему как к сияющему светильнику в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах наших, зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божие человеки, будучи Вадимы Духом Святым». Действительно, о чем говорит апостол Петр? Что значит, что никакое пророчество невозможно разгадать, разрешить само собой, то есть человеческими усилиями? Поскольку пророчество давал Дух Святой, то и смысл пророчества, его истинность, его подлинное призначение можно понять только самому, будучи просвещенным Духом Святым. Апостол Петр, ну, как бы говорит, если вы хотите правильно понимать Писание, не просто исследуйте его, а постарайтесь иметь в сердце своем того же Духа Святого, и тогда он даст вам правильное понимание Писания и откроет вам Христа.